на трасса от фокина в полукилометре пробка мега короче супер-пупер пробка этого трасса федеральная по ней движение мы стояли час в пробке короче мы вот видите время уже идет в 17 с копейками 17-30 подъехали и включить стало еще фокином там как-то развилки развязки как-то так а теперь вот ведь они ухеракивают асфальт просто уничтожают опять подход тот же что и везде контора не не местная контора какая-то левая транс строя механизация запада и короче мгровая московская и вот хочу не чудят с дорогами они была трасса до федеральной ездил по ней других трасс нет просто то есть это вот по берегу идет море сейчас участок между фокин и большим камнем все кирдык короче ловите хер вам не асфальт блин я узнаю свой двор ребят я смотрю я херевая просто вот остановка видео как снято где была остановка вот она и постамент такой памятник вот видите икорек такой дельфинчик там памятник на якорь и тут вот все это все отдыхайте короче как хотите как и двигаетесь сейчас будет час я не знаю сколько будет стоять тут промчалась гаи какая-то никаких светофоров регулировки нет нихера он просто так вот проезд как хотите так и разъезжайтесь это люди есть с владикой или откуда-то поедут отдыхать на море они попадут ту же ситуацию что и мы то есть будет какой-то хер стоять вот такой вот сказки вообще не наделенные правами регулировки движения то есть на каком этом он будет стоять скоро это мигающие блин в очереди то есть но я чё продолжать не буду больше да вы сами можете увидеть размер сколько стоит наши давайте я помолчу пусть я задолбался это обыкновенная россия это отношение к дальнего востока откуда она такой насосала 101 лет 25 такой классный крузак у него лексус по сути он 99 это прокурорша молодая меня сейчас осудят за прокурорши за то что не дал пососать прокурорши а и мне чего придется отмазаться в суде сказать я только смотрю у меня все просоленная а просоленная он может отсосать черный юмор простите а йогурт я уже выпил который можно было макнуть ведь это вот четко автобан федерального значения короче можно посочувствовать людям которые попали вот со здоровьем до скорую которую не пропускают никак никто нигде не как уж то отсутствует движение вот она стоит скорая но давайте мы побыстрее дадим вот хабаровский номер двадцать семь в хабаровский край грубо говоря семьсот девяносто семь то что за регион только 27 хабаровский край здесь люди приехали с хабаровска отдохнуть на море ну вот они отдыхают короче в этой очереди ну и приморские сто двадцать пятая вот так вряд вот просто кто-то едет с работы сегодня кто-то ездит во владих на работу как мне тут подсказывают каждый день бывает съездили видеть вот что творится ведь ограничение 30 50 рекомендованная там еще хрень какая-то перекрыта здесь перекопать воду с другой стороны объезд но 27 хабаровского края сплошные лексусы явно смотрю у нас еще других машине в хабаровском крае скажу мы живем хорошо права русском про это ну нафиг были деньги на бензин я об свою призыв пригнал бы она обстояла в этой очереди единственная отличающаяся от лексуса и всем говорили фу как и хабаровщане бедные мне просто интересно где конец этой колонны еще тут стоят автобусы междугороднее сообщение владивосток находка грузовики всякие там с опасными грузами в том числе цистерны с нефть с бензином вернее соляр всякие холодильники со скоропортящимися продуктами ночью надо им на жаре постоять звезда вот судостроительный комплекс также ваши планы призрачный при отдыхе в приморье это все сейчас нет они только на этой дороге такой бардак вот ездили через новую москву как бы и это самое и у нас тут чего чуть-чуть асфальта попалась машина от радости аж зависла на передаче так опять раздается голос гаи навстречу едут хозяева дорог ковбои беспредельщики вот они сейчас разрулят все короче все тронется и машины поедут два этажа верхние поедут во владивосток и нижний на ход или наоборот смотря у кого бампер больше но это все юмор если кто не понял юмора смотрите сюжеты про наливки на там все рассказано про приморские дела такой запрещенный осужденный уркаган и депутат короче при воде канал барракуда и смотрите судебный процесс по делу фургала до который два года уже непонятно за что не осужден но сидит мешал дороге строй я так предполагаю ну то есть как их строят вы видели да уничтожается асфальт уничтожается все короче причем делается исключительно в то время когда пику транспортного сообщения то есть летом чтобы коллапс наступил окончательно без поворот чтобы никаких намеков было что можно ехать по дороге движение организовать ни хрена съедим уже 8 минут мы по этой пробке а пробка не кончается видимо не в час регулирует час туда час обратно час туда час обратно ладно понятно люди у нас не ценят чтобы настолько не ценят люди не ценят заботу о них всяких правителей депутатов губернаторов блять кто у нас еще отвечает за состояние дорог автодора блять тендеров выиграющих компаний человек решил поехать по лесу короче 4 воды включил и поехал в лес телефон у меня не сядет там зарядка работает поэтому я все-таки попытаюсь до конца доснять этот сюжет феноменальный который взялся ниоткуда я ничего не хотел снимать я устал уже за время путешествий тем более то все остро социальные сюжеты о военный бензовоз какой он старый маск какой-то раздолбанный офигеть а где более современный камаз урала все уже из помоек собирают мазы до плохи дела плохи дела ждет вас контрактная служба собирать мазы эти из говна батька подогнал видимо запчастей отмазался но это все ирония ирония за иронию нас что статьи нет статья 203 ирония блин с легким паром так здесь уже двигаться начали но можно по факту считать что тут движение появилось хотя у них такая скорость 10 километров в час как в траурной похоронной процессе у меня такое ощущение что когда по ящику летом объявишься у главный сдох эти люди забудут про пдд будут сигналить ехать пиликать блин потом будут две недели бухать а потом начинают начнут вспоминать всякие счеты и пойдут их сводить ну я так думаю это мое предположение ой не сладко будет в том числе вот этим кто дорогу разрыв прачечная ну все в общем тут какая то есть 15 километров в час скорость есть это можно сказать для автобана просто великолепная скорость когда фура идет 15-20 километров в час по федеральной трассе я думаю это нормально ну логистиком кто планирует доставку груза стоит учесть вот это все я с вами прощаюсь тем более выглянуло солнце до свидания